всем привет с вами снова сергей лайф и в этом видео я буду делать обзор на тот плагин который победил голосований вконтакте как видите победил у нас плагин 3 verb и именно его давайте сейчас с вами и рассмотрим но перед этим как обычно хочу вас пригласить подписаться на public вконтакте для того чтобы участвовать в подобных голосованиях и следить за новостями ну чтож вот плагин я уже загрузил для примера я взял вот такой звук и первый параметр с которого мы начнем это измерение ну все довольно просто число отражает то измерение которое у нас используется для имитации эффекта реверберации если мы выбираем один это значит одномерное пространство как бы это ни звучало да это означает что все отражения у нас будут распространяться в одномерном измерении ну как это можно перевести на практику вот есть пружинный ревербератор это и есть одно измерение то есть там пружина и отражение там по пружине распространяется всего в двух направлениях то есть если вы хотите сымитировать пружинный ревербератор то выберите здесь один далее здесь есть также возможность установить два таком случае это уже двухмерное измерение и что у нас имитирует эффект реверберации с помощью двух измерений это пластинчатые ревербераторы ну соответственно если хотите имитировать пластинчатый ревербератор здесь выберите 2 далее 3 это трехмерное измерение соответственно как бы живая комната ну и разработчики пошли дальше и добавили возможность отойти до почти четырех то есть такое уже виртуальное четырехмерное измерение ну и соответственно здесь есть промежуточные значения между всеми этими давайте установим здесь три для того чтобы уработать так скажем в привычном виде далее следующий параметр это размер комнаты он устанавливается кубических метрах то есть здесь соответственно довольно просто чем больше кубических метров тем больше наша комната и сам размер комнаты у нас указывается с помощью вот этой синей полоски на нашем графике здесь у нас сверху вот этого шкала это метры то есть соответственно установив вот такое значение наша комната примерно получается размером 10 на 10 метров так соответственно примерно 20 ну это соответственно все влияет на звук то есть вот так мы получаем очень маленькую комнату с долгой длинной реверберации а вот так получаем большую комнату с такой же по продолжительности реверберации имейте ввиду прямой связи между размером комнаты и длительностью реверберации нет и это здесь также проявляется у нас и маленькая комната может иметь долгую реверберацию если она очень плохо заглушенным и какой-нибудь огромный зал может вообще не иметь реверберации допустим если это безэховая камера давайте сейчас здесь включу вот этот переключатель он у нас делает так что все остальные параметры начинают у нас соответствовать нашим настройкам вот здесь ну об этом поговорим немного далее давайте сейчас опять же попробуем изменить размер комнаты вот как это влияет и следующий параметр у нас идет расстояние он определяет расстояние вас от источника звука но все довольно просто если минимальное значение установлено то вы находитесь как будто перед почти источником звука то есть звук очень сухой прям перед вами перед лицом и вы мало реверберации слышите давайте попробуем увеличить как слышите у нас реверберации стало много звук уже не такой приближенной звучит более отдаленно как видите когда мы меняем параметр расстояние у нас на графике меняется вот эти вот все показатели давайте их рассмотрим первая красная линия это прямой звук то есть не отраженный ни от какой поверхности вот если мы меняем дистанцию вот мы ее ставим 10 метров вот у нас риска 10 то как видите прямой звук соответственно становится тише то есть как и должно быть в реальной жизни далее у нас идут ранние отражения то вот эти вот оранжевые отметки соответственно изменяется и громкость этих ранних отражений то есть первое отражение от стен и вот здесь вот это вот фиолетовым таким светло фиолетовым цветом у нас обозначен хвост реверберации соответственно он у нас тоже изменяется то есть смотрите чем мы ближе к звуку тем у нас громче сам оригинальный звук и тише наши хвосты все далее у нас на среднем расстоянии звук становится довольно тихим прямой а ранее отражение уже громкостью почти с прямой звук ну и соответственно чем дальше тем у нас громче и хвост реверберации и тише совсем тихий прямой звук и ранние отражения устанавливая параметр расстояние выше чем размер комнаты то есть вот как я говорю ведь этот синий вот у нас размер комнаты давайте его 20 установим где-то 20 метров и если мы параметр устанавливаем вот здесь то мы как бы в краю комнаты а когда мы переходим за него он становится красным это говорит о том что мы выходим из комнаты и слушаем ее извне то есть еще большее отдаление далее у нас идет такой параметр связки когда он включен и мы вот здесь настраиваем наши параметры как ведь у меня изменяется и время предварительной задержки и не только и когда я меня вот параметр дистанции у меня также изменяется громкость наших ранних отражений и нашего хвоста реверберации то есть два вот этих параметра они как бы связаны таким образом чтобы давать наиболее естественное поведение настройка реверберации то есть вам здесь сильно заморачиваться не надо а 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 вот как это работает здесь вы можете уже просто дополнительно подстраивать сложившиеся настройки но смотрите к примеру параметр баланса у нас определяет баланс между ранними отражениями и хвостом реверберация когда у нас баланс установлен ноль и вот здесь включен вот этот переключатель привязки это говорит о том что наш баланс ранних отражений и хвоста реверберации находится в естественном балансе который установили разработчики как самый лучший но мы его можем изменить и давайте попробуем как слышите все меняется и смотрите это как бы меняет соотношение но поскольку мы находимся в привязке даже если я начну менять параметр дистанции все равно определенный баланс настраивается и подстраивается и присутствует давайте опять здесь установлю ноль так вот когда мы отключаем параметр привязки то в таком случае параметра дистанции как видите вообще перестает настраивать какой-либо баланс да здесь число остается тоже но как видите у нас ничего не меняется в таком случае когда у нас уже здесь выключено всегда баланс нужно подстраивать вручную давайте обратно включим нашу связку здесь установим 0 далее следующий параметр определяет длительность реверберации как слышите чем я устанавливаю значение выше тем реверберации дольше но это влияет не только на это как видите меняется также соотношение наших других элементов их можно обратно также подправить то здесь в данном ревербераторе наши параметры связаны между собой и при настройке какого-либо из них возможно потребуется коррекция каких-то других то есть если вы собираетесь достичь кого-то определенного эффекта далее идет у нас параметр предварительной задержки то есть данный параметр у нас определяет задержку нашей реверберации давайте это послушаем как видите мы его здесь не можем изменять почему потому что у нас здесь включена связка давайте сначала выключим и попробуем настроить как слышите сам хвост у нас начал звучать задержкой вот здесь у нас строка миллисекунд как видите он примерно на 120 миллисекунд у нас задержался если мы здесь связку включаем опять же наш параметр предварительной задержки настраивается исходя из размера комнаты ну если вы не хотите не стремитесь опять же к такому живому помещению которое будет иметь более естественные настройки можете здесь самостоятельно выбрать нужное вам значение ну и последний параметр это у нас плотность отражений сама реверберация по сути создается ну если сказать очень упрощенно копированием нашего звука оригинального и дублированием его много 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 раз получается вот эффект реверберация так вот параметр плотности как раз определяет количество этих копий при малых значениях у нас копий мало и может получиться такой прерывистый звук из-за того что даже отдельные копированные звуки будет слышно при высоких значениях хвост у нас более ровный и более плотный то есть здесь уже каких-либо отдельных элементов и не будет слышно давайте пойдем далее и рассмотрим вот здесь вот эти параметры первое меню у нас определяет варианты распределения наших ранних отражений давайте выберем и посмотрим видите распределяется не по-разному немного для чего это вообще нужно для того чтобы если вы хотите использовать несколько одинаковых ревербераторов их звучание не пересекалась между друг другом то есть вы копируете этот пресс на несколько и вот здесь просто выбираете в каждом из прессетов другой тип ранних отражений и в таком случае вы для каждого звука получаете более естественное поведение то есть смотрите если у вас помещение установлена к примеру три различных источника звука они не могут просто иметь одинаковое распределение ранних отражений почему это возможно только в том случае если они находятся прям в одной точке если один находится в одном конце комнаты а другой ну допустим на 5 метров от него правее или левее этот источник звука обязан иметь другое распределение всех этих ранних отражений но это уже более сложная тема относящийся не конкретно к данному ревербератора в принципе коммитации помещения ну вот в принципе я просто объяснил для чего это нужно также здесь есть два варианта изменения хвоста то есть здесь просто изменяет нарастание давайте пойдем далее и рассмотрим вот этот блок фильтрации давайте начнем с высоких частот первый параметр это чистота он у нас влияет на две вот этих кривых на нижнем графике который отображает что у нас происходит со звуком то есть смотрите если устанавливаю высокую частоту то срез начинается где-то наверху соответственно чем ниже я установлю параметр частоты тем ниже будут у нас работать наши фильтры далее следующий параметр это у нас полка реверберации она определяет фильтрацию нашего хвоста реверберации то есть вот этот вот синий фильтр влияет на эквализацию только нашего хвоста плотного который у нас создает долгий эффект следующий же параметр у нас определяет подавление вот высоких частот на наших ранних отражениях то есть примеру если вы хотите имитировать комнату набитую коврами вы делаете ранее отражение и наш хвост реверберации два этих параметра довольно низким получается такая темная комната если же вы наоборот хотите имитировать какое-то помещение с очень хорошими отражающими поверхностями делайте наоборот эти параметры высокими и далее то же самое у нас есть для низа это срез низких частот но здесь не явно это слышно потому что у нас не так много низких частот в звуке вот эти вот параметры это эквализация но грубо говоря почти то же самое что если бы мы просто после нашего ревербератора поместили эквалайзер и срезали вниз вверх но здесь как видите можно это отдельно дело для хвоста и для ранних отражений но в общем это статичное такое поведение но у нас также есть параметры это давайте вернем вот эти вот на максимум они нам не мешали это параметры который определяет скорость затухания но в нашем случае низких и высоких частот давайте сейчас продемонстрируем первый параметр у нас определяет частоту для высоких частот а второй насколько быстро они будут затухать ну вот один это у нас значит то что у нас поместили разработчики как такое нейтральное положение давайте сделаю реверберацию длинный и то же самое для низа имейте ввиду это настраивает именно поглощение низких и высоких частот то есть насколько быстро и звука реверберации уйдут эти частоты смысл в чем что когда у нас здесь установлена низкое поглощение то есть или наоборот она увеличенное такое что поглощение очень долгое в таком случае у нас что начальные первые отражения так и последние в хвосте реверберации будут иметь очень яркий звук а если же мы установим низкое значение то в таком случае первые наши отражения которые в начале нашего хвоста они все равно будут иметь много высоких частот как и при высоких значениях а вот уже последующие последние отражения где-то в хвосте будут постепенно иметь все меньше 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 высоких частот и таким образом звук получится менее яркий то есть это не статическое поведение где мы просто срезали и в начале и в конце в общем на весь звук сразу а постепенное уменьшение их со временем вот в чем разница между нижней эквализации и верхней далее у нас идет параметр изменения громкости все довольно просто всего нашего ревербератора здесь у нас децибелометр и индикаторы клипирования и последний раздел это наши уровни нашего звука давайте все выключим и рассмотрим по очереди как видите здесь на графике наши некоторые элементы пропали первый параметр этот директ это прямой звук без каких-либо изменений то есть наш оригинальный и здесь мы можем настраивать его громкость следующий это громкость ранних отражений на самом деле удобный параметр возможно многие из вас слышали что есть такой способ расширения с помощью добавления только ранних отражений так вот с помощью этого ревербератора это довольно легко делается то есть отключается допустим наш хвост реверберации включается прямой звук но и тут с определенными настройками можно как раз таки создать вот этот эффект подмешивание большое количество расширение с помощью ранних отражений ну там потом еще медсайд обработку произвести сайт составляющей добавить и звучит довольно неплохо но опять же это используется не только для этого эффекта и просто для настройки реверберации то есть для создания нужного баланса между всеми этими элементами и последнее давайте выключим это все это просто громкость на этом все вот такой ревербератор есть в с так он работает надеюсь это видео оказалось вам полезным не забывайте подписываться на канал впереди еще много интересных различных видео и всем пока